Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Наталья, и вы на канале Сад в Цветах. Сегодня 4 июля. Я проживаю во Владимирской области, откуда вам большой-большой привет. И сегодняшнее видео будет о колиусах. Колиусы свои я показывала, наверное, в видео, когда я их высаживала. Больше видео о колиусах у меня не было. В принципе, показывать-то было нечего. У нас стояли и дни холодные. Ночи холодные. Потом была засуха. Потом пошли дожди. Колиусы плохо развивались и росли. И вот только сейчас более-менее они стали приходить в себя. Я, конечно, решила снять видео уже начало июля. И нужно показать, в каком состоянии находятся мои колиусы. Друзья, я не все названия колиусов, к сожалению, знаю. Но то, что знаю, я обязательно подпишу. В этом сезоне колиусы у меня посажены как в открытый грунт, так и в кашпо. В какие-то емкости. Обязательно вам все покажу. Большая часть колиусов посажена вот здесь, на этой территории, где был у нас старый сарай. Кто смотрел мои видео, тот знает. В этом году мы снесли сарай. И я решила засадить все в этом году колиусами и вдоль дорожки, и на соседний клумб. В общем, друзья, сейчас я вам все расскажу и покажу. Кому интересно, оставайтесь со мной. Встречает нас театральный вельвет. Потрепала его, конечно, бедолага, но ничего, смотрю, пускает новые побеги. И я надеюсь, что в скором времени здесь он украсит вот этот край клумбы. Вот этот милашка. Колиус у меня уже давно, к сожалению, название я забыла. Где-то записано, но я не нашла просто его. Комбат череночек, смотрю, начинает раскрашивать листочки. Мой любимец Мичигана Венё. Этот колиус у меня давно уже растет в моей, так скажем, коллекции. Колиусов заказывала я его когда-то в агрофирме Виола. В общем, до сих пор он у меня вот здесь красуется. Еще один красавец. Посмотрите, как солнышко раскрасило ему макушки. И он начал отпускать боковые побеги. И вот такой очень красивый колиус. Зеленый. Один из моих любимчиков. Это Электрик Лайм. Тоже начинает обрастать. И вот эта безумяшка тоже у меня присутствует и в Никсах, и везде. Мне нравится, как он выглядит. Еще один из любимчиков зеленолистных. Вот такой резной колиус. Прямо как золото. Прямо такой-такой красивый. Вообще очень мне нравится, как он выглядит. А вот этот колиус, он прям как будто его художник краской побрызгал. Смотрите, какая невероятно красивая у него окраска. Он, кстати, достаточно высокий, этот колиус. Тоже он у меня давно лишний в шоколаде. Тоже была лысенькая, такая страшненькая. Сейчас вся наросла, выпускает новые побеги. Вот этот красавчик тоже давно в моей коллекции. Такие у него листочки. На солнышке он у меня даже становится красным. Солнышко появилось. Смотрите, как раскрасила она ханну или хну. Смотрите, какая она яркая здесь. Это шоколадная мята. А это вот очень красивый колиус. Он вроде бы как бы не сказать, что он высокий, но таким прям шариком вырастает. Очень красиво. Мне он очень нравится. Это гильда или джильда. Вообще не похожа на себя. Но я надеюсь, что она примет свой привычный облик. Тоже вся начала отрастать. Замяшка моя. Тоже очень красивая, но не знаю названия. Это аватар, кстати. Друзья, тоже не узнаешь. Тоже череночек начал расти. А вот этот колиус под названием хулиган я покупала. По-моему, тоже в агрофирме Виола. Хулиган или не хулиган, но пришел с таким названием. И здесь комбат и также театральный вельвет. Театральный вельвет здесь такой мощный. На раз на рост прям хорошенький. Ну и здесь тоже повторяются колиусы, которые в начале Колумба были. Сейчас мы с вами перейдем на другую улочку. Я покажу там колиусы. Здесь у меня они растут в миксах с электрантусами, крупнолистыми гортензиями, фуксиями. Здесь у меня много новинок. Кстати, одна из них. Смотрите, очень красивые перышки. Это мне колиусы прислала Надежда с канала. От печали до радости. Что ей огромное спасибо. Это моя Махараджа. Красивый колиус. А это колиус Анастас. У меня же целых три черенка, друзья. Невероятно красивый колиус. Я даже не ожидала. Он, когда череночек мне пришел, какой-то был невзрачный. А сейчас это просто какое-то шедевральное растение. Мне очень-очень нравится, как оно сейчас окрасилось солнышком. Морган Леофей у меня когда-то был, но он пропал. Но вот помощь друга, и он у меня снова появился. Еще один красавец. Я жду, когда они нарастят свою массу. И здесь просто будет невероятное великолепие красок. Я очень люблю колиусы. Они создают такие яркие краски в саду. Просто шикарные. Еще один красавчик. Тоже новиночка от Надежды. Очень красивый. А это Викториан Рафлс. Это мне Екатерина с канала Любимой Сотки подарила. А этот прям коралл. Ред коралл. Смотрите, прям необычный такой. Я так не видела колиусов еще. И вот тоже новиночка от Надежды. Тоже начал раскрашиваться. Просто очень красивый. Ну и здесь мой электрик лайм. И вот здесь перышки. Смотрите, какие классные. Вообще просто невероятно красивые колиусы. Мне очень-очень нравятся. Как их можно не любить? Они же просто шикарные. Здесь сплектрантусами у меня с фуксими деревцами растут. Сейчас, друзья, мы с вами пойдем и посмотрим колиусы, которые у меня растут в этом году в емкостях, в кашпо, в общем, в строительных каких-то емкостях. В общем, сейчас, друзья, я вам все покажу. Первая моя композиция. Смотрите, как она выглядит. И я уже задумываюсь, может быть, на следующий год все посадить, все колиусы в емкости. Смотрите, то ли здесь от стены дома тепло. Смотрите, как наросли здесь колиусы. Они уже такими достаточно большими кустами смотрятся. Мне очень понравилось. Честно, я никогда не сажала в емкости. Всегда саживаю колиусы в открытый грунт. А вот, с сегодняшней погоды, подумываю, стоит ли высаживать в открытый грунт. Но я ничего не загадываю. Посмотрим, что будет. Я не отказываюсь от открытого грунта. Но подумываю, большую часть колиусов посажать в емкости. Здесь у меня большие кашпо по 75 литров и вот строительное ведро 20 литров. Недавно показывала вот такие миксы с Ипомией Батат. Объем 75 литров грунта. Здесь уже у меня растет два колиуса, и две Ипомией Батат. Такое вот черное сердце, салатовый. И вот два колиуса. Смотрите, Махараджа какой яркий, невероятно красивый. И на другой стороне у меня тоже емкость строительная 75 литров. Там у меня растет два колиуса и три Ипомии Батат. Друзья, мне так понравилось в сочетание. И я, наверное, на следующий сезон все емкости так засажу с колиусами. Сейчас я вам покажу, как это выглядит с качелей. Вот здесь я сижу сейчас на качелях. И вот такие яркие композиции передо мной. Еще покажу вам несколько таких строительных кашпо с колиусами. Здесь у меня очень много присутствует театрального вельвета вот такой вот колиус красивый. Смотрите, тоже, как здесь нарастили они свою маску. Мне очень понравилось здесь у меня тоже вдоль дома стоят эти емкости. Чередую я их с китуниями. Вот здесь сажал совсем, совсем маленькие череночки и тоже они, смотрите, как тронулись в рост. Смотрите, комбат какой красивый. друзья, мне кажется, в емкости к колиусом больше нравится, чем в открытом грунте в этом сезоне. Я не буду загадывать, что будет в следующем году. Ну, посмотрим. Я, конечно, и в открытый грунт хочу посадить, но в емкостях мне понравилось больше. Еще здесь одна композиция. Это тоже здесь присутствует театральный вельвет ханна и лихна. Смотрите, и мощный здесь. Намного мощнее, чем в грунте и ярче. Смотрите, какие красивые. Надо подумать. полиусы. В общем, посмотрим, как они будут развиваться. Понравится, значит, возьму себе на заменточку сажать полиусы на какие-нибудь емкости. сейчас пойдем еще покажу свои миксы. Вот здесь у меня стоит микс, я уже его показывала, поликтрантусы. Смотрите, золота трое у меня здесь поликтрантус и два полиуса. Смотрите, какие объемы. Здесь кашпо или 40 или 50 литров, и здесь посажено вот такое количество растений поликтрантусы, традисканции, полиусы. А еще покажу вам свое полиусовое дерево из аватара. Друзья, посмотрите, оно пошло в рост. Я так рада. Посмотрите, как это смотрится, когда оно нарастит шапку. Мне кажется, будет смотреть просто шикарно. Вот, друзья, пробежались мы по моему дворику. Показала вам состояние своих полиусов на начало июля. Так они выглядят. Буду снимать еще видео вам показывать. Вам, друзья, спасибо за просмотр. Спасибо за комментарии, за лайки. До скорых встреч на моем канале. До свидания.